Здравствуйте мои подписчики и гости канала. Это второе видео по теме охлаждение и осветление сусла. В этом видео поговорим про охлаждение сусла и отделение белкового осадка и про оборудование, на котором это осуществляется. На практике сусла охлаждают и взвеси отделяют из него различными способами. Наиболее распространенным является способ охлаждения сусла на отстойно-холодильных тарелках, где одновременно отделяют и взвеси с последующим дополнительным охлаждением сусла на растительных холодильниках. Мутное сусло фильтрует фильтр прессах. Раньше сусла охлаждали также в коробчатых холодильниках, в которых проходили пучки медных трубок небольшого диаметра, окруженных ледом. Взвеси отделяли на мешочных фильтрах из линяной ткани. Теперь такие устройства не применяются. Отстойно-холодильные тарелки заменяют холодильными и отстойными чанами, а оросительные холодильники – батарейными или пластинчатыми холодильниками. Сусла охлаждают и отделяют взвеси за счет того, что горячее сусло сначала перекачивают в отстойный чан или другой сборник, а затем центрифугируют или фильтруют на диатомитовом фильтре. Сусла охлаждают при таком способе исключительно на высокопроизводительных пластинчатых холодильниках. Центрифугирование сусла комбинируется с фильтрацией по-разному, в зависимости от того, какую часть взвеси надо устранить на данной стадии – горячее или охлажденное сусло. Осаждение и охлаждение сусла в тонком слое. При этом способе используют холодильные тарелки. Холодильные тарелки имеют вид большой плоской четырехгранной тарелки глубиной от 30 до 50 см. Их изготавливают главным образом из листового железа, иногда из нержавеющей стали или меди. Тарелки из не корродирующих материалов имеют неограниченный срок службы, однако дороги. Чтобы тарелка не коробилась из-за изменения температуры, ее изготавливают из листового металла шириной 1 метр, который соединяют заклепками. Металл следует тщательно подбирать. Лучше всего подходят деканированные листы, которые стойки к коррозии. Соединенная с заклепками тарелка должна быть гладкой внутри, а площадь дна должна быть ровной, чтобы на ней не задерживались остатки сусла или воды. Дно тарелки имеет уклон к одному углу, в котором размещены выпускные краны, вмонтированные в углубления. Обычно это три крана. Один для выпуска сусла, другой для мутного сусла, третий для промывной воды. Кран для сусла можно устанавливать на определенном уровне, чтобы через него стекало осветленное сусло. И кран можно снабдить кольцом высотой 3-5 сантиметров, которая задерживает взвеси. Вокруг кранов устанавливается цилиндрическое латунное сито, улавливающее хмель и другие грубые загрязнения, которые могут попасть на тарелку. Объем тарелки выбирается в зависимости от объема поступающего сусла. Раньше требовалось, чтобы высота слоя охлаждаемого сусла не превышала 20 сантиметров. Чем ниже слой, тем быстрее сусла охлаждается и взвеси лучше осаждаются. Для экономии места и капитальных затрат высоту тарелок постепенно увеличивали. Встречаются тарелки со слоем сусла высотой около 90 сантиметров. Размеры тарелок ограничиваются также по конструктивным соображениям. При слишком большой площади возникают трудности с решением уклона. Разница в высоте слоя сусла у противоположных стен тарелки может быть причиной неодинакового осаждения и неполного удаления взвеси. Площадь тарелки не превышает 150 квадратных метров. Холодильные тарелки размещаются над бродильным отделением. Преимуществом такого размещения является использование самотека при сливе сусла. Наиболее короткий спуск и также тот факт, что тарелки расположенные высоко над пыльным двором находятся в более чистой среде и могут лучше аэрироваться. Наиболее выгодными считаются бетонные несущие конструкции, которые однако имеют хорошую изоляцию и пористую штукатурку, чтобы по ним не стекала сконденсированная вода. Подача воздуха должна быть основательной, а обычно это осуществляют с помощью боковых жалюзи и хорошо рассчитанного вентиляционного окна. Тарелка бывает расположена на высоте 150-180 сантиметров над полом, чтобы пространство под ней легко очищалось. Пол должен быть гладким, асфальтированным, а всё помещение таким, чтобы можно было легко содержать его в чистоте. В неподходящих условиях, в основном там, где постоянно существует опасность инфекции, холодильная тарелка размещается в закрытом помещении, которое проветривается профильтрованным воздухом. Устройства помещений и способы фильтрации воздуха различны. Наиболее известная система Дельбак. Тарелка находится в помещении с куполообразным потолком и гладкими стенами. Воздух поступает через бактерицидный фильтр, например, масляный, и вводится над поверхностью сусла или вдоль стен к отверстию в потолке. Подача и направление потока воздуха регулируются клапанами, размещенными вдоль тарелки. Одновременно с аэрацией сусла на тарелке отфильтрованный воздух также проветривается им помещение. Одновременно с аэрацией сусла на тарелке отфильтрованным воздухом также проветривается помещение оросительного холодильника. Само устройство, его эксплуатация и ремонт довольно дороги. Все помещения и каналы для подачи воздуха должны быть особо чистыми с санитарной и биологической точек зрения, если возможность проветривания специально отфильтрованным воздухом не является проблематичным. Все помещения и каналы для подачи воздуха должны быть особо чистыми с санитарной и биологической точек зрения, в том случае, если возможность проветривания специально отфильтрованным воздухом не является трудным. В нормальных условиях опасность инфицирования охлажденного сусла воздухом не настолько серьезна, чтобы были оправданы повышенные капитальные и эксплуатационные расходы на создание системы очистки воздуха. Поэтому способы такого типа не нашли широкого применения. Работа на холодильных тарелках. Перед первым наполнением новая холодильная тарелка должна быть очищена горячей водой и жесткими щетками от загрязнений, остатков смазки и ржавчины. Ржавчину и шероховатые места лучше всего обрабатывать с помощью шамотного кирпича или древесного угля, смоченного горячей водой. После чистки тарелка споласкивается кипятком и после просушки покрывается защитным покрытием, обычно пивным лаком. Покрытие образует тонкий защитный слой, на котором в дальнейшем лучше и равномернее осаждается пивной камень, который дополнительно защищает материал от коррозии. После просушивания лака тарелка до краев заполняется горячей водой, в которой варилась хамелевая дробина. Эта вода остается на тарелке на 24-36 часов, чтобы образовался защитный слой. После продолжительного использования, то есть около 2-3 лет, тарелки очищаются от слоя образовавшегося пивного камня и весь процесс обработки повторяется. Горячее сусло попадает на тарелку нагретым до 95-97 градусов Цельсия. Прежде всего оно должно равномерно разлиться по тарелке, чтобы тарелка под влиянием разницы температур не прогибалась. Поэтому сусло поступает по трубке с плоским мундштуком, который находится в углу, расположенным напротив выпускных кранов. Иногда входы трубки бывают в двух углах или подающий трубопровод идет вдоль стены, находящейся напротив выпускного отверстия. И горячее сусло из него вытекает через несколько отверстий тонкими струйками. На охладильной тарелке происходит предварительное охлаждение сусла. Только в исключительных случаях на небольших заводах оно охлаждается в зимнее время на тарелке впроть до температуры сбраживания. В теплый период охлаждение суслы до температуры окружающей среды продолжалось бы слишком долго. Это повышало бы опасность инфекций, нарушило бы график использования тарелок и последовательность отдельных варок. Сусло остается на тарелке обычно на 2-2,5 часа. Начинают сливать, как только температура сусла снижается до 60 градусов Цельсия. Более сильное охлаждение повышает опасность инфекции. Однако, несмотря на это, нельзя проводить слив раньше времени, так как большая часть взвесей осесть не успеет. На тарелке сусла охлаждается за счет выделения тепла в окружающую среду, перевода тепла в металлическую массу тарелки и испарения. Низкий слой и большая поверхность ускоряют охлаждение сусла. На скорость охлаждения влияет температура, влажность воздуха и его скорость. Охлаждение сусла и осаждение горьких взвесей ускоряются также при медленном движении сусла на первой стадии охлаждения. Движение разрушает также сплошную пленку из вязких веществ, образующихся на поверхности сусла при охлаждении, которое снижает скорость испарения. Для приведения сусла в движение применяют простейшие крыльчатые вентиляторы 120 оборотов в минуту, расположенные в центре тарелки. Вентиляторы включаются через 30 минут после перекачки сусла. Жалюзи, размещенные как правило с двух противоположных сторон тарелки должны быть во время охлаждения сусла приоткрыты, чтобы быстрый отвод паров ускорял испарение. Как только температура сусла снизится до 60 градусов Цельсия начинается спуск. Около спускных кранов укрепляется цилиндрическое сито и медленно открывается кран для спуска сусла. Следует следить за тем, чтобы истечение сусла было равномерным. При быстром открывании кранов происходит срыв и увлечение взвесей суслом. После спуска сусла на тарелке остается тонкий слой мутного сусла. Закрывается кран для сусла и открывается кран для мутного сусла. Взвеси собираются резиновыми скребками. После их устранения открывается впускное отверстие для промывной воды. Тарелки споласкиваются сначала холодной водой, потом основательно очищаются щетками и горячей водой и наконец снова споласкиваются холодной водой. После споласкивания тарелка должна быть без остатков воды, что возможно только тогда, когда дано тарелке ровное и гладкое. Применять умоющие дезинфицирующие средства для ухода за тарелкой не требуется, так как это привело бы к снятию с тарелки защитного слоя пивного камня и возникла бы опасность коррозии. Дезинфекция не нужна, поскольку тарелка самопроизвольно стерилизуется горячим суслом. При охлаждении и частичном испарении несколько уменьшается объем сусла и тем самым пропорционально возрастает его плотность. Уменьшение объема зависит от высоты слоя сусла и температуры, при которой происходит слив и колеблется от 7 до 10%. Из этого количества около 1% приходится на изменение объема и 4-5% на испарение. Указанные потери являются частью объемных потерь между варочным отделением и бродильным. Повышение плотности для 10% сусла составляет от 0,4 до 0,8%. Для 12% от полупроцента до процента. На холодильной тарелке имеются потери экстракта из-за смачивания большой поверхности этой тарелки. По якобу они равны 1% от исходного сусла. Несмотря на многочисленные недостатки, главным образом потребность в большой площади, высокие капитальные эксплуатационные расходы, опасности инфекции, холодильные тарелки с точки зрения качества пива имеют определенные преимущества. При естественном осаждении взвесе и сусла лучше всего и в требуемом соотношении удаляются вещества, которые отрицательно влияют на дальнейший производственный процесс и вкус пива. Было установлено, что уменьшение белков главным образом высокомолекулярной фракции горьких веществ и дубильных веществ было наибольшим при охлаждении на тарелках. Уменьшение объяснялось также тем, что большая часть этих веществ оказывалась в горьких взвесях. Наконец, было определено также влияние высоты слоя сусла, а в холодильных чинах влияние умеренного вентилирования и движения на выделение этих веществ. Результаты представлены в таблице, которую вы сейчас видите на экране. Вы посмотрели видео, посвященное охлаждению и осветлению сусла. Я благодарю вас за внимание. Подпишитесь на канал, поставьте колокольчик уведомления, все уведомления, и вы будете получать уведомления о новых видео. Поставьте лайк, напишите комментарий с вопросом, если вам что-то непонятно, если вы увидели какие-то недоработки в моей лекции. На этом я с вами прощаюсь, желаю вам всяческих успехов и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok